ПСЕВДОНАУКА Верить ли прогнозам на будущее? Можно ли доверять интуиции? И как нам относиться к сенсационным предсказаниям Ванги, Кейси и самого Вольфа Мессинга? Что думает об этом официальная наука и как трактуют эти чудеса альтернативными исследователями? Сегодня в нашей программе вы увидите... Как знаменитая Ванга смогла предсказать современные катастрофы? Вот сейчас за год это уже стало почти подтвержденным научным фактором. Увидеть себя в будущем может каждый. Я оказался в луне матери. Кто пророчил цивилизации Земли ядерную катастрофу? И выяснилось, что этот человек прилетел и в будущее. И какие предсказания спасут планету? 19 сентября 2017 года. Центральная Мексика. В 13 часов 14 минут в районе города Пуэбло-де-Сарагосса содрогнулась земля. Эти шокирующие кадры сняты несколько минут спустя. От подземных толчков рушатся дома, заживо погребая сотни людей. Вы видите столицу страны Мехико. Город в огне пожаров. Даже здесь, в 120 километрах от эпицентра, много разрушенных зданий и погибших людей. По официальным данным порядка 300 человек. А это шокирующая съемка девятибального землетрясения в океане. Тогда, 11 марта 2011 года, на северо-востоке Японии гигантская волна убила более 16 тысяч человек. Самые страшные последствия цунами – авария на АЭС Фукусима-1. Пострадали четыре из шести реакторов атомной станции. Из-за разрушения системы охлаждения произошла серия взрывов и заражения радиацией 30-километровой зоны. 12 января 2010 года. В 16.53 в районе города Леоган на Гаити содрогнулась земля. Посмотрите на эти жуткие кадры. Семибальное землетрясение унесло жизни 316 тысяч человек. Около трех миллионов остались без крова над головой и средств к существованию. А это снято в 2004 году. Из-за землетрясения в Индийском океане возникла волна высотой в 12-этажный дом. Она накрыла сразу четыре страны. Индонезия, Шри-Ланка, Индия, Таиланд. В этих странах в одночасье погибло 230 тысяч человек. Ученые подсчитали, что при землетрясении была выделена энергия полутора тысяч атомных бомб. Удивительно, но все эти события были предсказаны. Столетия назад провидцы описывали природные катастрофы 21 века и их последствия. В точности сбылись предсказания и некоторых политических событий. От крушения монархии в России и двух мировых войн до распада СССР. Сегодня ученые пытаются разобраться, как пророки получают информацию о будущем. Последние открытия в области квантовой физики подтверждают существование информационного поля Вселенной. Именно оттуда черпали свои прогнозы знаменитые ясновидящие. Так что же ожидает нашу планету? В 50-х годах 20 века о глобальном изменении климата не было даже речи. Но уже тогда прорицательница Ванга говорила. Холодные районы станут теплыми, и там будут расти папоротники. Земля отвернется от солнца. Где было жарко, там будет лед. Многие животные выгрут. Проснутся вулканы. И огромная волна накроет большой берег с людьми, городами, и все исчезнет под водой. А где-то в море поднимется со дна земля, и появится пролив с бушующими водами. Каждое слово этого предсказания сегодня начинает сбываться. Холодные районы станут теплыми. Это об Арктике. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, приповерхностные слои воды в прошлом году оказались на 4 градуса теплее средних показателей. Объемы льда Арктики достигли минимума за последние полторы тысячи лет. Резкое потепление в этом ледовом царстве виновно в погодных аномалиях в северной части земного шара. Теплеющая Арктика означает большее вторжение холодов и арктического воздуха в Северную Америку, Европу и Европейскую часть России. Вот сейчас за год это уже стало почти подтвержденным научным фактом. Что имеется в виду? Что если в Арктике меньше льдов, так и открытая вода, она как бы более климатически активна. Более климатически активна, я так на пальцах буду объяснить, большее вторжение воздушных масс. Они для Арктики очень теплые, но для нас очень холодные. Но ведь это и есть вторая часть пророчества. Это кадры 2018 года. В США, у побережья полуострова Кейп Кот, впервые в истории замерз Атлантический океан. Минус пять в жаркой Флориде. Там из-за холода с деревьев посыпались игуаны. Десятки околевших ящериц, в прямом смысле слова, валились на головы обалдевших флоридцев. В Индии с начала года из-за холода погибли более 140 человек. Отопления в этой жаркой стране отсутствует в принципе. То, что пророчества об изменении климата сбываются, подтверждают многолетние наблюдения ученых. Скорее всего, интенсивность и сила опасных явлений увеличится раза в полтора, а может быть и в два. Что это означает? Это тот снегопад, который вот, может быть его частота без воздействия человека, без глобального потепления, это было бы раз лет в 50. Через 15 лет, может быть, частота изменится, и это будет уже каждые три года. Еще один известный пророк Григорий Распутин говорил, что в 21 веке привычных его поколению сезонов уже не будет. Вот его слова. И в эти времена даже времена года изменятся. И роза будет свистеть в декабре, а в июне будет лежать снег. А теперь вспомним июньский снегопад в Москве в 2017. Зато в декабре в той же самой средней полосе России зацвела верба. И это только начало. Ванга напророчила нам не только глобальное изменение климата. Она говорила о проснувшихся вулканах и гигантской волне, которая накроет берег с людьми и городами. Этот прогноз пока не сбылся. Известное ясновидящее не указало точно год, в котором она увидела эту катастрофу. Мы решили провести уникальный эксперимент и вычислить дату этого страшного апокалипсиса. Сегодня ученые выдвигают шокирующую гипотезу о том, что способность предвидеть будущее есть у каждого человека. Давайте наглядно это проверим. Писатель Борис Пономарев с 60-х годов увлекается йогой и медитацией. За много лет, по его словам, он смог развить каналы, связывающие человека с информационным пространством. Чтобы войти в состояние глубокого транса, ему требуется лишь небольшая помощь гипнотерапевта Юрия Вяльба. Я увидел себя на широкой кровати, свечи стоят, значит, близкие мои. И вот это ощущение страшной усталости. Я не больной, я не болен, у меня нет болезни какой-то. Я просто устал, уставший. И вот наступает от этой усталости такая темнота, темнота, в которую я погружаюсь, погружаюсь. И потом, после очень небольшой черноты, паузы, я оказался в лоне матери. В древних учениях, в Ветах, говорится, что жизнь человека не заканчивается со смертью тела. Душа – это информационная составляющая личности. После смерти она переходит в другое измерение и через некоторое время может вновь родиться на Земле. По словам нашего испытуемого, в следующей жизни он родится в Германии, закончит школу и университет, будет работать служащим в крупном банке до тех пор, пока не произойдет катастрофа. Мы просим подробно описать этот будущий апокалипсис. Такое количество пепла будет выброшено, которое покроет... Во-первых, оно на два года закроет Солнце. Оно обеспечит космическую зиму. То есть солнечные лучи не смогут пробиваться, и за два года это убьет практически всю зелень на земном шаре. Если верить видениям Бориса Пономарева, то в начале 40-х годов 21 века сбудется пророчество Бабы Ванги о глобальном извержении супервулкана. А теперь давайте обратимся к научным прогнозам, чтобы понять, в какой части света может произойти подобный апокалипсис. Очевидно, что это Ялоустон. Дремлющий супервулкан на северо-западе США. Общая площадь вулкана почти 9 тысяч квадратных километров. В глубину это 8-километровый котлован, заполненный магмой. Раскаленные недра медленно прожигают земную кору. И в конечном итоге этот процесс закончится извержением. Плиты пришли в движение, в результате которого были колоссальные цунами, которые смывали Калифорнию, смывали все западное побережье Соединенных Штатов. И еще смешиваясь с этим горячим пеплом и пламем, магмой, это страшная картина. А вот третья часть пророчества, сделанного Вангой в 50-х годах прошлого века. Огромная волна накроет большой берег с людьми, городами, и все исчезнет под водой. В нашем эксперименте Пономарев в состоянии гипноза наблюдал страшные события, происходящие в 2042 году. И, судя по его словам, это был уже не сам апокалипсис, а последствия страшной трагедии. Значит, само извержение началось несколькими годами раньше. Удивительно, но на это время планетарную катастрофу пророчила не только Ванга. Самое древнее пророчество принадлежит вавилонскому жрецу Берузу, жившему в 3 веке нашей эры. Все, что унаследовала Земля, будет придано пламени, когда 5 планет соединятся под знаком рака и расположатся в один ряд, так что они будут находиться на одной прямой линии. А когда они выстроятся таким же образом под знаком Козерога, нам будет угрожать опасность потопа. Современные астрономы решили проверить пророчество вавилонского жреца с научной точки зрения. Последний раз парад планет, о котором говорит прорицатель, был виден без специальных приборов в 1940 году. Это было начало Второй мировой войны, в огне которой погибло пол Европы, а Япония подверглась атомной бомбардировке. В следующий раз подобное явление земляне будут наблюдать в 2040 году. Так что вероятность потопа, который предсказал вавилонский жрец в 2042, выглядит довольно реалистично. Вот как Борис Пономарев в состоянии гипноза описывает новые очертания континентов. Океаническая вода соединилась с группой Великих озер, очень большие потери в Флориде, от Ванкувера, это Канадское побережье. Вот все это затоплено. Менее серьезные последствия будут наблюдаться в Западной Сибири. Подтоплением подвергнутся Обская губа, Архангельская область. На Западе пострадает Калининград, Польша, Германия, Дания, север Франции. Большая часть Великобритании исчезнет под водой. Наполовину затопленными окажутся Стокгольм и Санкт-Петербург. Хотя в целом Россия от потопа пострадает гораздо меньше других стран. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нем мы собрали самую последнюю информацию. Рассказы участников марсианской программы. Самые разные и неожиданные гипотезы существования этой планеты. Новые, неизвестные ранее марсианские факты. Более подробно информацию на эту тему можно получить здесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ученые раскрывают технологию ясновидения. Время – это гигантский поток смыслов, идущий из информационного мира в мир материальный. Древние пирамиды – это порталы в параллельные миры. Их функция связана с как-то с функцией перехода из другого измерения. Да, ты знаешь это! Как биофизики спасут планету от экологической катастрофы? Килограмма Лауренция того же, просто по расчетам, он заменяет всю нефть и весь газ, добываемый в мире за год. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь обратимся к знаменитому спящему пророку Эдгару Кейси. В 30-х годах 20-го века он описывал подобную природную катастрофу. Кейси говорил, что район от Урала до Байкала станет современным аналогом Ноева ковчега. Эдгар Кейси не был ни климатологом, ни геофизиком. Свои пророчества он делал во сне под запись секретаря. Проснувшись, сам не помнил, о чем только что рассказывал. В это трудно поверить, но современные ученые полностью подтверждают правоту ясновидящего. Нам повезло на земном шаре находиться. Не только потому, что у нас много газа, много леса, но и потому, что у нас все-таки изменение климата, ну, это как бы малое зло по сравнению с тем, что происходит, скажем, в зоне Сахиля в Африке или в малых островных Тихоокеанских государствах. Вот для них можно задать ваш вопрос. В каком году у вас всмотрят? В каком году все вы вынуждены будете уехать со своего острова, то жить там будет невозможно. В каком году вот эта часть Африки будет безжизненной? Почему сбываются пророчества? И как людям далекого прошлого удавалось заглянуть в наше время и далее в будущее? Известный советский ученый, астрофизик Николай Козырев считал, что все явления и события во Вселенной связаны со временем. Он доказал, что время – это физическое явление. Оно обладает плотностью, интенсивностью и направленностью. Оно несет информацию, которая придает миру материальный вид. Что время делает? Оно структурирует энергию этого материального мира, создает объекты и процессы в этом материальном мире. Вот эта программа, эта информация, чистая информация. Но она вот структурирует и создает объекты и процессы. В информационном пространстве событие существует задолго до того, как оно обретет в нашем мире материальные формы. По мнению ученых, в этом одно из объяснений ясновидения. В отличие от экстрасенсов и пророков, в лаборатории интегральных биоинформационных технологий это пытаются сделать при помощи научной аппаратуры. Эти установки называют «зеркалами Козырева-Казначеева». Ученый создавал эти модели с целью экспериментов с энергией времени. Посмотрите сами. Внутри зеркал компас ведет себя, как в аномальных зонах. В этих местах силы, согласно легендам, языческие жрецы общались с богами. Позже именно на бывших капищах строили христианские храмы. И по сей день в таких зонах происходят явления, плохо объяснимые с точки зрения науки. Например, вот эти наши зеркала – это искусственные места силы. Они разные по характеристикам, разного немножечко назначения, но все они концентрируют, фокусируют, уплотняют энергоинформационные потоки внутри себя. И поэтому человек, который попадает в них, для него идет более мощный сигнал. И поэтому он может увидеть то, чего не увидит в других местах. При помощи чудесных зеркал исследователям уже удавалось принять информацию из будущего. Вот этот уникальный эксперимент. Одна установка располагалась в Новосибирске, другая – на станции «Диксон» на северо-западном берегу полуострова Таймер. Участникам эксперимента была поставлена задача – в течение недели, сидя в установке на «Диксоне», зарисовывать на бумаге рождающиеся в голове образы. Вот что рассказал нам в эксклюзивном интервью автор этого эксперимента – академик Влаиль Казначеев. У нас зеркала Козырева большие и малые есть в Новосибирске. И тогда мы имели пары. Один человек сидит в Новосибирске. Ему даются по компьютерной системе различного рода картины, знаки, узоры. Они высчитываются по специальной случайной таблице. Ему даются и показываются. Но оказалось, что если я показываю эту картинку в Новосибирске, скажем, вам, вы её смотрите, вы её воспроизводите в сознании, то за три дня или за два дня до этого на «Диксоне» ваш партнёр уже её нарисовал. Учёные были шокированы этими фактами. Человек на расстоянии более чем в 2000 километров уже в понедельник увидел и нарисовал картины, которые будут показаны в зеркальной установке только в четверг, через трое суток. А это значит, что машина времени – это не фантастика. И в чудо-зеркалах можно увидеть картины грядущих событий. Оно возникает как бы из пространства, само по себе. То есть это не контролируется. Я же не задаю какие-то вопросы. То есть она приходит спонтанно. Просто находишься в зеркале, в расслабленном состоянии, стараешься ни о чём не думать. 10 октября 2012 года в лаборатории интегральных биоинформационных исследований проходил уникальный опыт по выходу в информационное пространство. Вера Анастасев находилась внутри зеркальной установки. Через несколько минут пространство в её восприятии стало изменяться. Она увидела будущее. Пошла картинка. Ну, можно так сказать, интересная картинка. Вроде бы, с одной стороны, это как экран, но в то же время, как будто я маленькая, а вот этот экран большой. И большие такие изображения на этом экране. Падающий самолёт. И как бегущая строка. Самое интересное – это вот как это преподнесено было. Бегущая строка со словами или с текстом через два дня упал в самолёт. Тогда же в этой экспериментальной установке была получена информация об отставке министра в Греции и о судне, которое терпело бедствие в Тихом океане. Все пророчества вскоре полностью подтвердились. Посмотрите эти шокирующие кадры. 12 октября при заходе на посадку на крымский военный аэродром Кача разбился самолёт-амфибия БЕ-12. Министр транспорта Греции Макис Варидис ушёл в отставку. А в Тихом океане во время сильного шторма действительно потерпело крушение и затонуло сахалинское рыболовное судно «Дзин-Памару». Посмотрите на эту уникальную видеозапись. Долгое время она хранилась в фондах КГБ СССР. Съёмка сделана незадолго до развала Союза в Нижнем Новгороде. Тогда учёные записали на видео сеанс общения с неким высшим разумом с помощью контактёра. Два экстрасенса поддерживают тело девушки. Она находится в трансе и разговаривает не своим голосом. По шокирующей версии исследователей, таким способом инопланетный разум вышел на контакт с людьми. Дальнейшее мы видим как диалог-вопрос-ответ. Скажите, есть на дне Бермудского треугольника какие-то пирамиды, сделанные из стекловидного материала? Есть! Что это за пирамиды и что они... Какая их... Это пирамиды, содержат информацию, похожую на египетские... А кем они созданы на дне Бермудского треугольника? Нелюдьми! Их функция связана с как-то с функцией перехода из другого измерения? Да, ты знаешь это! Бермудский треугольник. Знаменитая аномальная зона в Атлантическом океане. На дне находятся загадочные пирамидальные структуры. Учёные выдвинули шокирующую версию, что подобные аномальные зоны являются естественными порталами во времени. Вероятно, это пути проникновения в наш мир загадочных НЛО. Перед вами редкие космические снимки. На них находящаяся в Невадской пустыне секретная американская база под кодовым названием «Зона 51». Правительство США долгое время не признавало сам факт существования этого подразделения. По официальной версии, здесь разрабатывают и испытывают новые летательные аппараты. Но в результате нескольких утечек информации стало известно. В «Зоне 51» вплотную ведётся изучение НЛО. Причём не только обломков летательных аппаратов, но и живых инопланетян. А теперь информация для моих постоянных зрителей, которые этим летом собираются в Сочи. Дорогие друзья, 29 июня, а это будет пятница, в легендарном зимнем театре славного города Сочи состоится наша с вами творческая встреча. Будем говорить о том, о чём я не всегда могу говорить с экрана. Хуя есть мистер Трамп? Наш заклятый враг или завербованный московскими экспортницами последний патриот антиглобализма? Объединимся мы с Украиной или опять пойдём в Европу поодиночке? Почему Стивен Хоггин убеждал человечество сидеть на своей планете и не высовываться? И какая она на самом деле жизнь на других планетах? Отвечу на все ваши вопросы. Послушаю вас. Обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Билеты на сайте bill24.ru и в кассах зимнего театра. Итак, 29 июня встречаемся в зимнем театре города Сочи. На этот вечер после пляжа не планируйте ничего важного. Все Сочи. Пришельцы государственного значения. Когда я получаю послание, оно предстаёт в виде картинки. Утечка у британских спецслужб. Доступ к оружию массового поражения государств уничтожит ваш век. Что выясняли американцы на секретной базе в течение 30 лет? Возможность нашим людям построить искусственный портал. В 1960 году ясновидящая Баба Ванга сделала несколько предсказаний на 21 век. Многие уже сбылись. Например, приход к власти в Америке Чёрного Царя. И великая катастрофа на воде, устроенная человеком. Остановится подводное течение. Наступит сначала жара, а потом холод. Вспомните страшную аварию на нефтяной платформе Бритиш Петролиум в Мексиканском заливе. Её последствия повлияли на течение Гальфстрим и изменение климата в целом регионе. Следующим предсказанием Ванги были слова о войне. С Востока придёт Третья мировая война. Сначала это будет небольшая война. Но потом она захватит весь мир. И тогда будет использовано ядерное оружие. Это пророчество невероятным образом совпало с другим прогнозом, полученным на секретной американской военной базе «Зона 51». В это невозможно поверить. Микробиолог Дэн Буриш рассказал о многолетнем опыте общения с пришельцем, выжившим после катастрофы НЛО. С 1986 по 2005 год доктор Дэн Буриш был старшим научным сотрудником, ответственным за секретный проект «Можестик-12». Это была секретная лаборатория. В ней содержался пришелец, который выжил после катастрофы своего корабля. Я заходил к нему в специальном скафандре и брал у него биологические материалы для анализа. У него была очень плотная кожа тёмно-коричневого цвета. Существо по имени Джей Рот выжило во время катастрофы НЛО. На пятом подземном ярусе специально для него был построен купол с измененной атмосферой. Поначалу все воспринимали его как инопланетянина. Его корабль упал в 50-х годах, то есть до встречи с Даном около 30 лет он жив в Арии 51. И вот когда Дан в 1996 году начал там работать, он должен был следить за его здоровьем. И у них установился очень хороший необыкновенный контакт. Они разговаривали телепатически. Инопланетянин показывал, как голограммы, свою цивилизацию людей, как они выглядят и всё. И выяснилось, что этот человек прилетел из будущего, что он действительно человек, он доказал это по строению его внутренних органов. Выяснилось, что Джей Рот родился на Земле через 45 тысяч лет. Учёные обнаружили значительные изменения в его пищеварительной и мочеполовой системе. Кожа стала серого цвета, голова увеличилась и изменила форму. Организм наших дальних потомков сильно мутировал из-за ядерной войны, которая разразилась на планете. Эту уникальную видеозапись называют утечкой из секретных архивов британской разведки Ми-5. На ней Джей Рот рассказывает о трагедии, которая в будущем практически уничтожила человечество. В следующем веке доступ к оружию массового поражения государств, которые управляются догматиками, уничтожит ваш вид. Пришелец из будущего рассказал, что в наше время попал вместе с экспедицией, которая должна была собрать генетический материал современных людей. Благодаря ему цивилизация будущего восстанавливает свой генофонд. Но летательный аппарат потерпел крушение и был доставлен на секретную базу зоны 51. Он рассказал, что во время того акцидента, который произошел, когда он упал, у него взяли девайс, который называется looking glass. Looking glass, перевести на русский, это значит зеркало, в которое можно видеть будущее. И вот это зеркало, которое можно видеть будущее, давало возможность нашим людям построить искусственные порталы. Известно, что с помощью пришельца так называемую машину времени восстановили. Дальнейшие сведения противоречивы. Одни источники рассказывают о том, что удалось не только проделать порталы во времени, но даже провести на Земле тайную конференцию с участием представителей разных эпох. По другим сведениям, эксперименты действительно были, но видимых успехов они так и не достигли. Сейчас многие исследователи требуют от властей США рассекретить эту информацию. Ведь от того, был ли создан искусственный портал во времени, зависит то, в каком варианте будущего окажется наша планета. Об этом Джей Ротт не раз предупреждал Дэна Буриша. Есть вообще две линии времени. Одна линия времени, где не будет этой войны, и все будет прекрасно, и человечество будет развиваться, и все будет прекрасное, волшебное, так сказать, будущее для человечества. А другая линия, вот в которой это война. И для того, чтобы мы не попали вот в эту плохую линию, мы ни в коем случае не должны создавать искусственные порталы. В противном случае нарушение пространственно-временного континуума, о котором многократно говорили фантасты, может стать реальностью. В это сложно поверить, но исследователи утверждают, что в 2006 году Джей Ротт в сопровождении Дэна Буриша участвовал в эксперименте по созданию портала на территории Афганистана. Для пришельца, прожившего под колпаком более 70 лет, это оказалось хорошим шансом перенестись обратно в будущее, в свое время. И он этим шансом воспользовался, считает наш эксперт. Он шепнул Дану, с которым он уже был очень близкий друг, я очень хочу к себе домой, я очень хочу к своей семье. И Дан в этот момент взял и толкнул эту коляску в этот портал. И все. И человек этот из будущего улетел к себе домой, а коляска эта по существу была выплюнута назад, она назад вылетела оттуда. И он улетел. После этого Дэн Буриш был отстранен от участия во всех экспериментах, что в итоге и привело к утечке информации о Зоне 51 и проекте «Маджестик». А после ряда интервью на эту тему Дэн Буриш бесследно исчез. С 2006 года найти какую-либо информацию о нем невозможно. Однако его шокирующую версию подтверждают другие, не менее авторитетные люди. Британский политик и исследователь Саймон Паркс в эксклюзивном интервью для этого фильма заявил, что участвовал в экспериментах по контакту с внеземным разумом под эгидой разведки Ми-5. Когда мне исполнилось пять лет, моя мама стала работать на правительство. Люди приходили в дом, и я был свидетелем многих разговоров, и сразу же в это включился. Для меня это было естественным. Но мы говорим не только об НЛО. Саймон вырос в семье разведчиков. На Ми-5 работала его мать, дед, был почитаемым дипломатом, вхожим в высшие правительственные круги. Поэтому в доме было много разговоров про секретные проблемы об НЛО и весьма необычных посетителей. Первый контакт Саймона с иным разумом состоялся в 13 лет. Тогда представители расы Мантис пригласили его на свой корабль и в течение двух дней рассказывали о его происхождении и миссии на Земле. С тех пор у Саймона происходят регулярные контакты. Он утверждает, за происходящим на Земле наблюдают сразу несколько инопланетных цивилизаций. Благосклоннее всего к людям относится так называемая Мантис. Именно ее представители выходили на контакт с Парксом, передавая информацию из будущего. Когда я получаю послание, оно предстает в виде картинки, иногда цветной. Вы можете представить, если хотите сказать кому-то, что хотите пойти в магазин и купить что-то, то вам нужно предложение, чтобы это сказать. Но вы можете отправить кому-нибудь только картинку с походом в магазин. Так намного быстрее. В каком-то смысле это акт, который совершается через безопасный канал. Я никогда не слышал, чтобы они говорили. Согласно знаменитой гипотезе великого физика и соратника Эйнштейна Хью Эверетта, каждое событие вызывает разделение миров. Параллельно возникает временная линия, где событие не произошло. Инопланетный разум сообщил Парксу, что для Земли существует несколько линий времени. Только одна из них приводит в будущее, родом из которого Джей Ротт. Мы занимаем положительную временную линию. Но у нас есть проблемы, которые относят нас на плохую временную линию. Люди не понимают, что сознание может повлиять на реальность. Если один человек сможет направить свои мысли на что-то хорошее, сотни людей подумают о чем-то хорошем. Миллион людей подумают о хорошем. Вы создадите хорошее. Так, если человеческая раса решит создать хорошее будущее, где будут любовь, счастье, работа по соседству и успех, то так и будет. Если они решат взорвать его, они взорвут его. Таким образом, будущее полностью зависит от человеческой расы. Ядерную войну вполне можно отменить. И представители расы Мантис помогут человечеству избежать масштабных катастроф. А теперь, внимание, дорогие зрители, приглашаю вас на премьеру нового выпуска программы «Страшное дело», которая выйдет в эфир в субботу, 9 июня. Что будет? Рубрика «Рептилоида нашего времени» будет посвящена нашим проворовавшимся чиновникам, потерявшим стыд богатеям, которые все жрут и никак не могут нажраться. Нашей духовной оппозиции из патриарших прудов, что сидит по папиным квартирам, полученным во времена позднего Брежнева, дожалуется, что страна им, видите ли, попалась дерьмовая. При этом их собственное, номенклатурное дерьмо, им кажется, что пахнет исключительно фисташками. В рубрике «Спалите наши шкуры» поговорим о богатых и знаменитых, которые в погоне за известностью готовы на любое свинство. Еще будет рубрика «Только не глотай» о том, на что способен современный человек ради дешевой славы, дешевых шмоток или дешевой любви. Не учи ученого! В этой рубрике покажем, как на самом деле живут простые люди в Америке и в Европе без голливудских приукрашиваний. Ну а в околонаучной рубрике «А земля-то плоская» расскажем о самых невероятных, шокирующих, взрывающих мозг, гипотезах, фактах и мистификациях, на которые так щедра окружающая нас действительность. Итак, в субботу, 9 июня в 18.00 и до самой полуночи беспрецедентный проект российского телевидения «Страшное дело». Не знаю, будет ли кому-то страшно, но обещаю, что не соскучимся. Как биофизики спасут планету от экологической катастрофы? Килограмма Лауренция того же, просто по расчетам, он заменяет всю нефть и весь газ, добываемый в мире за год. И можно ли избавить человечество от всех болезней? Можно эти гены, которые участвуют, не особенно активны в отношении холодного ядерного синтеза, их можно передать на любую биосистему, в том числе и на человека. Сегодня ученые выдвигают шокирующую версию. Сознание человека имеет квантовую природу, то есть мысли, как и любая информация, могут записываться, храниться, передаваться и считываться в нужный момент. Невероятным по емкости хранилищем является космическое информационное поле. В нем находятся все идеи, которые когда-либо посещали или будут посещать изобретатели. Поэтому неудивительно, что картины будущего нередко возникают в виде технологий. В середине 19 века иранский пророк Бахула Бахула издал несколько томов философских трудов. В них находится множество предсказаний. Книги были отпечатаны задолго до описываемых в них событий. Среди них поражение Германии в двух мировых войнах, распространение и крах коммунистической идеологии, появление государства Израиля. Как мы знаем, все сбылось. Бахула описал многие технические открытия от ядерного оружия до механизмов образования сверхновых звезд. Встречается в пророчествах и слово «трансмутация». Ясновидящий писал, что сбудется давняя мечта алхимиков, и люди научатся превращать одни элементы в другие. Это невероятно. Но то, что много веков пыталась сделать алхимия, сегодня удалось биофизике. Трансмутация — это процесс переработки атомов одного вещества в атомы другого с помощью живых бактерий. Получить из свинца золото — только частный случай. Сырьё, состоящее из солей, различных неорганических солей, или руда, обрабатываются с суспензией, водной суспензией бактерий. Прежде чем начать, сначала микроорганизмы адаптируют, потом активируют. Это, естественно, лучше делать в колбах. Потом можно уже проводить биотрансмутацию в химических элементах. Для природы такие чудеса не в новинку. К примеру, организм курицы с лёгкостью превращает калий, которого много в зерне, в кальций, из которого сделана яичная скорлупа. Похожие процессы происходят в организмах морских раковин и моллюсков. Рачок, у которого панцирь, состоит из карбоната кальция. Основной элемент кальции. Значит, он сажает его на бескальциевую диету. То есть у него всё есть, кроме кальция, в пище. И он совершенно спокойно, когда у него снимают его панцирь, удаляют его хирургически, он через месяц уже обрастает новым панцирем, который содержит кальций О3. Учёные установили, что именно бактерии помогают ядрам веществ преодолевать так называемый кулоновский барьер. Именно он стоит на пути ядерного синтеза. 30 лет назад казанские учёные решили вывести штаммы бактерий, которые смогут переваривать металлы и сверхтяжёлые элементы. Золото – это далеко не самый дорогой продукт трансмутации. Биотехнологии позволяют получать в промышленном масштабе сверхтяжёлые вещества. Сегодня физики создают их в количестве нескольких атомов на громадных ускорителях. Отсюда и неимоверная цена таких веществ. Один грамм Калифорния, к примеру, стоит 10 миллионов долларов. Образцы, полученных с помощью бактерий и химических веществ, учёные отправили на экспертизу в самые современные лаборатории Казанского федерального университета. Вот они анализировались в федеральном университете, в лаборатории аналитической. И результаты, полученные двумя независимыми методами, говорят о том, что да, действительно, процесс, который они описывают, как трансмутация, происходит и происходил. Такие вещества, как набелий, менделеевий, лауренсий, эйнштейний, фермий и другие сверхтяжёлые элементы химики называют актиноидами. Сегодня они хорошо знакомы только физикам-ядерщикам. В природе Земли таких веществ нет. Можно представить удивление аналитиков, обнаруживших эти элементы в образцах. Тем не менее, официальное заключение учёным выдали. Акцент на то, что не получает вся атомная промышленность мира. Ну, естественно, чего нет в природе. И вот они у нас пасли. Вот они, 248-я атомная масса, это Кюрри, Беркли, Калифорний. 48 тысяч единиц чистой интенсивности. Но как редкие химические элементы могут изменить будущее Земли? Ответ прост. Например, атомные электростанции с их помощью будут вырабатывать в 10 раз больше электроэнергии. Источник питания размером с батарейку сможет освещать целый дом. Автомобили не будут загрязнять воздух выхлопными газами, а заправлять их будут один раз при сборке на всё время эксплуатации. Подводные лодки на такой энергии смогут не всплывать годами, а самолёты вместо десятков тонн топлива смогут брать на борт полезный груз. Килограмм Лауренция того же, просто по расчётам, он заменяет всю нефть и весь газ, добываемый в мире, за год. То есть килограмм элементов вся годовая мировая нефтедобыча. 30 миллиардов баррелей нефти. 30 миллиардов баррелей нефти. Это один килограмм сверхтяжёлых заурановых элементов. Среди перспектив новое поколение промышленных лазеров, медицинских приборов, космические спутники и корабли для межпланетных перелётов, долговременные базы на Луне и других планетах. К тому же бактерии смогут переработать радиоактивные отходы, превратив опасные изотопы в безопасные химические элементы. Таким же образом можно вылечить тысячи людей. Например, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Надо просто подсадить гены квантовым путём в бактерии, которые живут в кишечнике у чернобыльских больных. В кишечную палочку, в частности. И она становится способной трансмутировать радиоактивный изотоп в нерадиоактивный. В будущем эта идея может помочь человечеству вообще отказаться от лекарственной химии. Достаточно будет сообщить бактериям внутри организма нужную программу, и они сами начнут синтезировать любые необходимые вещества. То есть там, где такие технологии будут работать, возникнет общество абсолютно здоровых людей. Изобретатели из Казани уверены, их разработки сделают Россию самой богатой и процветающей страной мира. Давно предлагают выехать за рубеж. Пожалуйста, хоть сейчас. Но мы не хотим уезжать из своей страны, из своего государства. Почему мы должны уезжать? Почему? Не случайно в предсказаниях самых знаменитых ясновидящих говорится, что возрождение Земли начнётся именно в России. В 1979 году советский писатель Валентин Сидоров встречался в Болгарии с прорицательницей Вангой. Он записал её слова. Нет силы, которая смогла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти и крепнуть. Всё растает, словно лёд. Только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России. Слишком многое принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Всё сметёт она со своего пути. И не только сохранится, но и станет властителем мира. Ясновидящие предсказывают разное будущее для планеты Земля и её народов. Сбывается далеко не всё. Возможно, нереализованные сценарии остались в других параллельных мирах. Ведь пророки могут видеть все варианты грядущего. А остальным доступен только один. Тот, который мы ежедневно создаём сами. Своими мыслями и делами. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам всё великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незабываемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе самые шокирующие гипотезы, как всегда, в 18.00. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok